А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 16 августа. День Исаакия. Преподобный Исаакий имел обитель близ Константинополя. Уже достигший глубокой старости, он почувствовал приближение смерти. Созвал братью, преподал ей последние наставления и поставил игуменом вместо себя преподобного Далмата, от имени которого и сама обитель получила последствия название Далматское. Сам Далмат проводил жизнь полного воздержания. По стуме молитвы преподобный Далмат побеждал бесовскую силу. Православной церковью сегодня почитается и память Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Он жил в 11-12 веках, был рожден и воспитан в семье богатых православных римлян. Рано стал сиротой, большую часть наследства раздал нищим, а остальную выбросил в море. Сам принял монашеский постриг, около года прожил внутри скалы, близ моря. Там он проводил время в размышлениях о Боге и молитвах. Однажды Антоний, когда он стоял у подножия скалы, скала отломилась и они вместе упали в море. Но не утонули, а поплыли. Проплыли через Средиземное море, Атлантику, Ладожское озеро, Неву и Волхов. В результате Антоний оказался на территории Новгорода. Сначала он не понимал русского языка, но после совершенной молитвы смог понимать и говорить. Далее он купил землю на имущество, которое ранее выбросил в море. Это имущество выловили рыбаки в Новгороде. Около 16 лет управлял обителю Антоний, пока не скончался. Сегодняшний день в народе называют днем Исаакия Малинника и днем Антона Вихревея. Малинником потому, что в это время созревала малина. А Вихревеем были частые сильные ветры. Смелые люди даже отправлялись на перекрестки вихри сторожить. Называли этот день и орешником, поскольку поспевали орехи. Приметы. Каковы Исааки, таким будет и Николас Зимний, 19 декабря. Сильный и прохладный ветер сегодня будет суровая зима с высоким снежным покровом. Теплый ветер зимой будет много снега без сильных морозов. Сегодня не убирали в доме или в амбарах, чтобы свое счастье и богатство не вымести. Сладенькое любишь? Я сладкоежка вообще. Без сладкого не могу. Ооо, ну это как раз тогда будет для тебя. Это блюдо как раз для Прохора. Итак, мы делаем следующее блюдо. Это убираем. И вот говоря о вегетарианстве, я как раз сейчас приготовлю блюдо, которое подходит для тех, кто ест кисломолочные продукты. В качестве основы мы возьмем вот как раз проросшую пшеницу. Я про нее только хорошее слышу, что она дает энергию, что она... Вот. Она дает энергию, потому что прорастает. Здесь есть жизнь. Если не было бы жизни, здесь ничего не прорастало. И наша задача эту жизнь встроить в свой организм. И нам в этом поможет вот этот вот блендерик. Так, это мы сюда кладем. Просто-напросто так. Значит, это периодически можно употреблять, да, вот, чтобы чуть-чуть в свой организм? Это можно употреблять практически ежедневно в качестве завтрака, в качестве ужина, после того, когда пришел с концерта. С тренировки. Да, с тренировки хочется покушать. И чтобы не обременяла пища, как раз вот она будет делать то, что надо. Так, проросшая пшеничка есть у нас. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сюда берем творожка. Используем. Вот. Творожок. Опа. Столько. Так, теперь мы сюда. Ты любишь сладенькое. Мы метка добавляем. Вот, меда добавили. Есть медочек. Варенье. Можно варенье, но мед лучше. Мед лучше. И кисломолочный продукт. Просто квашу. Кефир ряженку. Кефир ряженку, да. Опа, давай. А живот потом не схватит? Не схватит после. Да, вот интересно. А с чего? Посмотрим. Посмотрим. И даже сюда можно добавить немножко и тыквы. Ну ладно, делать не будем. А можно тыквы все-таки добавить? Потому что я очень люблю тыкву. У меня бабушка вот в Волгограде все время ее готовила. Но я так не умею. Хорошо. Сейчас мы добавим тыкву туда-сюда. Тыкву добавляем так. Опа, отрезали ее. А у нас вот такие тыквы. Положили. Вот это самое лучшее, когда большие тыквы. И сладкие они. Так. Так. А что вы можете сказать по поводу тех людей, которые ну вообще мясо не едят? Я просто о том, что клыки-то у нас есть, они, значит, присутствуют. Значит, они говорят о том, что мы должны есть все равно мясо. Но это не говорит о том, вообще-то, что если клыки есть, то, значит, обязательно надо употреблять мясо. Потому что существует строение, оценивается не столько по клыкам, оно оценивается по устройству желудочно-кишечного тракта. И получается, что и у обезьян имеются клыки, но они в основном едят там фрукты, там, которые зерна собирают, травку. Это следует иметь в виду. Вот. Поэтому не то. То есть отказываться от мяса навсегда, в принципе, может человек позволить себе. Или есть такие типы, которые просто нельзя им отказываться, иначе... Отказаться от мяса любой человек, конечно, может, в зависимости от того, какую он преследует цель. Если он просто-напросто не хочет никого убивать, это уже из идейных соображений. Если он там на какой-то срок оставляет мясо, чтобы там очиститься, это другое. Вот я только очиститься, вот, меня интересует, если вот для здоровья именно человека. И как раз вот православные посты рекомендуются, отказаться от животной пищи на какой-то срок, для того, чтобы просто-напросто очиститься и облегчить свое состояние. Об этом мы еще раз с тобой как-нибудь поговорим. Вот. А сейчас готовим наше блюдо. Опа! Вот. И готовим. Итак, наше блюдо готово. Ну-ка, давай-ка его попробуем. Что у нас получилось? Так. Кстати, тут тыква дала соответствующий цвет. Кстати, вот этот желтоватый цвет, знаешь, для чего полезен? Для чего? Он полезен для того, чтобы голос звучал лучше. Раз. И зубки отбеливались. Тыква, оказывается, отбеливает зубы. Пробуем. Что у нас получилось? Я вот завтракаю, предположим, так. Потом не могу понять, все-таки мясо я могу есть, сколько хочу, меньше мне его, или как вот, по-моему? Мясо всегда будешь есть столько, сколько тебе надо. Вот почему? Потому что ты еще растешь, человек ты молодой, двигаешься. Но для того, чтобы оно полноценно усвоилось, раза в три-четыре добавляй туда еще зелены. Спасибо вам огромное. Я очень рад, что сегодня побывал у вас. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!